Начинается программа «Особое мнение». Сегодня понедельник и веду программу «Я, Светлана Занько» и у меня в студии Азиз Агаев. Здравствуйте, Азиз Алич. Здравствуйте всем. Напоминаю, что у нас всегда есть возможность задать вопрос нашему гостю на сайте эхакерова.ру или написать нам по смс 8909-720-101.0. Но лучше всего пользуйтесь формой, которая расположена на сайте. Там фотография нашего гостя всегда накануне выкладывается. И очень просто задать ему вопрос. Вопросов в понедельник нет. Так что мы будем плясать от той повестки дня, которую я тут нарисовала и определила. И вы знаете, хочу все-таки начать с того, что только что прозвучало в новостях и с того, чем живет культурная общественность, если так можно назвать. Сейчас вот сказала это слово и подумала, что мы можем с вами все особое мнение насчет культурной общественности рассуждать. В привязке к опере «Тангейзер», которую поставил режиссер Тимофей Кулябин и всем тем событиям, которые последовали после этой постановки. Но вот сейчас что происходит? Как мы видим, уволен директор Новосибирского театра. На его место пришел новый человек, который тоже очень конкретно выразил свою позицию по отношению к постановке и по отношению к позиции самого уволенного директора. Кроме того, что еще сегодня прозвучало, в Кремле предлагают ввести контроль над репертуаром театров. Замглава администрации президента Магомед Салам Магомедов предложил ввести предварительный просмотр репертуара государственных театров перед показом во избежание ситуации с постановкой опера «Тангейзер», как вот поясняет РПК. Я хочу вам, собственно говоря, я процитирую, что сказал новый режиссер театра, новый директор театра по отношению к позиции старого теперь уже, но чуть попозже. А у вас хочу спросить, как вы вообще относитесь к тому, что практически афиша одна. Я бы не сказала, что сама постановка. Афиша, потому что мы помним с начала всего, там писали возмущенные люди из числа тех, кто не ходил на постановку, но увидел просто афишу спектакля. И к чему это все привело вот сейчас? Потому что часть общественности теперь требует еще и министра культуры Мединского снять. Ну, это регулярно происходит. Но здесь тем паче люди говорят о том, что приближаются времена цензуры, а то и вообще они настали. Вот писатель Войнович буквально на днях в интервью о питерском эхо сказал, что сейчас примерно такое же время, как когда-то я претерпел, и уже думаю, что не все, что я напишу, может быть, напечатано. Ну, то есть вот мне кажется, что, как вам кажется, дайте мне бог с ним, что мне кажется, как вам кажется, вот этот ответ на эту афишу, на эту ситуацию, которая со всех сторон, или группа ответов, они адекватные? Ну, абсолютно. Адекватные ответы. А вот мы с вами говорили перед передачей, вы сказали, что вы против насилия, пусть люди что-то только хотят, делают. Ну, я сказала, что я не против каких бы то ни было форм выражения себя. Да, если это не насилие. Если это не связано с насилием. Вот я подумал, что то, что вот сделано на этой афише, это фактически насилие над психикой других людей. Людей, которые не столь, в кавычках, продвинуты, как ты. А людей, которые обычные люди, которые хотят жить обычной жизнью, которые хотят верить в обычного бога. Понимаете, да? Который поддерживает в трудных ситуациях. И вот эта вот афиша и склонение имён посланников божьих во всех там и в других ситуациях, это просто недопустимая ситуация с моей точки зрения. И поэтому ответ совершенно адекватный. Если ты представитель культурной общественности, и не рядовой представитель культурной общественности, значит, думаешь только о том, как себе пропиариться, и себя выставить там своей красивой картинкой или ещё какими-то надписями, да, то ты должен получить адекватный ответ. Потому что ты не думаешь о людях, которых может задеть. Причём, понимаете, иногда ведь художники, они действительно провоцируют людей на какие-то размышления о нравственности. Вот их задачи вообще-то. Да, да. Но ведь, и смотрите, опять я выражаю своё личное мнение, да? Эта ситуация, она не провоцирует ни на какие размышления, кроме возмущений, раздражений верующих людей. Ну как же, эта ситуация как раз провоцировала огромное количество поводов для размышлений над тем, что происходит вообще у нас. Не в театре только, а в обществе, наверное. Ну в данном случае эти размышления носят негативный характер, а не то, что люди каким-то образом придут каким-то позитивным. Посмотрите, спровоцировали, и сейчас уже в связи с тем, о чём вы сказали, да, что предлагается уже вводить некие худсоветы там, перед там, и уже начинаем уже не о первичном, что произошло, думать и как это предотвратить, а начинаем уже думать, а вот это нельзя, это будет цензура и так далее. Но прежде чем какие-либо действия делать, если ты думаешь о тех, кто будет это видеть и как будет реагировать, то тогда никаких худсоветов нет. Но если у тебя внутри, в голове твоей дурной нету худсовета, то тебе придётся этот худсовет снаружи, значит, навязывать, чтобы уже твои вот такие вот подходы не травмировали психику людей. Я лично так думаю. Ну, тогда давайте перейдём к, собственно говоря, решению, или, насколько я понимаю, пока ещё предложение. Я не вижу, что это где-то зафиксировано в документах. Вести предварительный просмотр репертуара театров государственных. Вы как к этому относитесь? Любой инструмент хорош, пока его используют во благо. То есть мы знаем, что топором колят дрова, но топором можно и нанести увечья человеку. Убить можно через кто-то увечья. Да, да, да. Поэтому я считаю, что пока вот эти вот отдельные случаи, которых мы увидим, мы же не видим массово в культурной жизни нашей страны вот таких оскорблений целой группы людей. Это появляются отдельные, значит, там, явления такого рода. Говорит ли это, что мы должны массово внедрять нам в художественный совет, условно говоря, во всех культурных учреждениях? Нет, не говорит. То есть я думаю, что нужно делать так, чтобы при отборе людей, при позволении им каких-то там постановок спектакля, делать так, чтобы у людей в голове всё равно этот худсовет у них сидел. То есть чтобы это внутренняя цензура была, понимаете? Чтобы ты, совершая какие-либо действия, сразу думал, слушайте, а мой сосед, например, там, православный, а как это на него повлияет? И каких результатов я хочу достигнуть, совершая вот такие действия? То есть я хочу его спровоцировать, то я должен сразу думать, на что? Ты же художник, у тебя ответственность перед обществом гораздо выше, чем у обычного человека. Поэтому я, если на прямой вопрос отвечать, я считаю, что пока художественного совета, как такового в виде института вводить не нужно. Я не вижу для этого никаких оснований. Но каким-то образом подумать, чтобы был инструмент влияния на сознание художников, да? Такого рода, если этого человека можно назвать художником. Инструмент влияния на сознание художника? Да. Имеется в виду, чтобы он думал, прежде чем совершать какие-либо поступки. Мы ведь знаем эмоциональность этих людей, да? Которые там, определенное психологическое устройство. Тут нет ли противоречия между тем, что такое вообще художник, творческая натура, творческая единица и инструмент влияния на него? Давайте. Введенный законодательно. Не-не-не-не-не-не. Я не сказал про законодательное введение. Знаете, я сразу вспоминаю то, о чем вы говорите каждый раз в особом мнении. Мне кажется, здесь это очень к месту. Инструмент влияния на сознание художника – это его родители, да, и его воспитанницы. Абсолютно согласен. Все те книги, которые он читал и так далее. Поэтому я не знаю, как себе это можно представить введение какого-то контролирующего уровня. Вот надо объяснять людям, что есть определенное соотношение, и должно соблюдаться определенное соотношение свободы и ответственности. А давайте поговорим о другой ответственности в отношении театров, тоже буквально минуты 3-5, может быть. А вот то, что вы видите в репертуаре нашего местного театра, или наших местных театров, оно как влияет на умы? Как это как? Ну, я не знаю. Вот вы знаете, когда приезжал Иосиф Рейфельгаус летом, и он критиковал как раз очень репертуары провинциальных театров, в особенности комедии, которые в большом количестве ставятся там, да, они классические, он говорил, что вот, это не дает как раз людям развиваться, все это дешевка и так далее. Вы согласны с этим? Я не согласен. Я считаю, что любое произведение, оно в любом случае, если человек на него идет, так или иначе его развивает. Что касается местного театра, раз люди туда идут, а на... Но на Тангейзер тоже люди шли, вы знаете. На Тангейзер, как на театр, люди могли идти. Мы с вами, смотрите, не содержание театра, спектакля обсуждаем. А что нужно было сделать тогда, хорошо, оставим наш театр в покое, наш региональный, а что нужно было сделать режиссеру, как вы считаете, чтобы не пошла вот такая волна сейчас, возмущения с разных сторон и разного рода возмущения? Ну, нормальному человеку в голову пришло сразу, если он бы увидел такую реакцию, сразу пришло в голову поправить афишу, извиниться перед людьми и, собственно говоря, больше так не делать. Вы считаете, что после этого не пострадало бы его произведение и его постановка? Да, я считаю, что после этого его произведение бы не пострадало. Сам он, может быть, пострадал в виде выговора или еще чего-нибудь за свое... Но выговор ему не спешали, и никто его, собственно говоря, не сделал. Да, ну, свое поведение. Но театр бы тогда, в данном случае, спектакль бы не пострадал. Потому что содержание мы знаем, значит, этого спектакля, там ничего подобного нет. Это из содержания, то, что сделано художником, это его вольная интерпретация этого содержания, как мы с вами установили, это его видение. Но я считаю, что это пошлое видение, например. Ну, вы же не смотрели саму постановку? Ну, я знаю сюжет. Ну, вы сюжет знаете, и против сюжета ничего не имеете. А вот против постановки, как он показал, вы что-то имеете? Ну, против постановки я пока не видя, пока как бы не могу сказать. Ну, что там можно такого? То есть, ну, я думаю, что в сюжете как таковое нет никакой пошлости. Ну, неужели и в спектакле догадаются каким-то образом, так или иначе? Ну, не знаю. Мы с вами приходим к тому, что возмущение большого количества людей связано лишь с той ситуацией, которая нагнетается вокруг него, может быть, в СМИ. А не с тем, что реально происходило. Да. Мы исходим из того, что на виду. Вот эта проблема, ведь мы с вами ни я, ни вы, ни спектакль не видели. И афишу-то посмотрели практически до программы. А разговаривать начали еще до того, как на афишу глянули и все прочее. Ну, люди разговаривать начали до этого, да. Так, может быть, виноват как раз не Тимофей Кулябин, а кто-то другой? Ну, первично все равно Тимофей виноват, что он сделал это. И что в Новосибирске начались протесты людей по этому поводу. А потом уже нас всех известили, и мы начали интересоваться. А не мог бы пойти батюшка, к которому поступили эти сообщения от людей возмущенных, пойти с ним поговорить и договориться? Ну, я думаю, что наверняка... Или сразу прокуратуру надо было. Тимофеев были звонки. Я не думаю, что... Звонки, но не разговор. Человек, изображающий посланника Бога в таком виде, вряд ли услышит священника. Ази Салевич, из того, что я читала в СМИ, к сожалению, сейчас прям сослаться не могу на конкретный сайт, и просто очень много информации. Ответственный лицовц, представитель русской православной церкви получил необходимое количество заявлений от граждан измущенных и передал эти обращения в прокуратуру. Сам он не ходил с Тимофеем, не разговаривал. Должен был? Мне кажется, да. А вы считаете, нет? А может быть тогда, что называется, в досудебном порядке все бы решили? Ну, а зачем надо было вообще... Хорошо, допустим, что... Углубляемся. Допустим, что священник подал в суд, да, или там... Или церковь подала в суд. Это что за принципиальный подход к... Нет, ну, то есть вы считаете, что он сделал все правильно по закону, и ходить разговаривать с режиссером, просвещать его и просить не нужно. Ну, мы подводных течений не знаем, может быть, с ним кто-то и разговаривает. Ну, я не слышала такого. Я тоже не слышала. Хорошо. Возвращаемся на нашу ветскую землю. Переходим к нашим событиям. Я думаю, что, наверное, события недели прошлой, это то, что суд оправдал Олега Березина и других фигурантов по делу Уржимского спиртоводочного завода. Знаю точно, что очень многие ждали такого приговора. Ждали в позитивном смысле. То есть не то, что там все равно так будет, а именно, что вот справедливое решение принято. А вы какого мнения придерживаетесь? Ну, вы знаете, что я в числе тех, кто изначально говорил о том, что в этом деле нет оснований для привлечения к ответственности Березина. То есть я был в числе тех, кто с самого начала говорил о том, что это дело бесперспективное. Я думаю, что мы получили несколько результатов. Ну, Березина все поздравляют, мы присоединяемся с вами. Результаты, которые мы получили, общество наше, как бы, и результаты, которые получил Олег Березина. Самый главный результат, который и мы, и он получил, это очень позитивный результат, он теперь может новыми глазами посмотреть на своего сына. Значит, это один из, он показал, что на сегодняшний день один из эффективнейших менеджеров Кировской области, который в этой сложной, довольно тяжелой ситуации прекрасно справился с обязанностями по управлению всей системой, значит, которая создавалась его отцом. Хотя в течение этого времени неоднократно возникали слухи, что глобус продается, закрывается, уходит. Да, да, продается, закрывается, договорились продать, и сейчас люди пишут, что вот его оправдали, потому что он согласился продать, там, и все такое. Но все это время, значит, система работала, приносила, значит, прибыль, я так понимаю, потому что без прибыли не может такая махина существовать, с кредиторами надо расплачиваться, с поставщиками надо расплачиваться. Поэтому один из, при всей негативной ситуации, позитивных результатов, то, что он получил, значит, как результат деятельности своего сына, плюс его супруги, которая тоже участвовала, значит, в управлении всей системой. Поэтому с этим я его поздравляю. Конечно, я поздравляю его семью, которая, значит, тоже дождалась, наконец-то, оправдательного приговора. А что будет сейчас с этими людьми, которых оправдали, и выпускают, они сейчас будут предъявлять некие требования на возмещение? Это главный результат, что их оправдали. Я думаю, что вряд ли, значит, Олегу нужны какие-то там компенсации. Ну, может быть, Олегу и не нужны, но там были люди, которые серьезно болели в течение этого времени там в СИЗО и пострадали серьезно. И у них, извините, нет таких средств на остановление своих сил, физических душев. Будут ли они подавать? Например, у Олега Березина. Не знаю, будут ли они подавать. Ну, учитывая, что там Касулин, например, это вице-президент этой системы. Думаю, что тоже, наверное, у него, может, и не будет таких вопросов там к следствию. Потому что главное, чего в этой ситуации важно, это все-таки оправдание. Мы с вами получили очень хороший и позитивный сигнал, что судебная система в Кировской области, она работает эффективно и справедливо. Не хватает только аплодисментов в студии после таких слов. Поздравляем, да. Следующая тема, которую хотелось мне с вами обсудить, это продолжающаяся история с управляющими компаниями. Кировская область обратилась в Министерство строительства и ЖКХ с предложением лишить управляющих компаний, допустивши неоднократные нарушения, права работать с помощью... Право работать. Как это будут делать? Дисквалифицировать не только физлица, не только штрафовать, но и юридические лица ликвидировать. А по словам Никиты Юрьевича, инициатива получила поддержку федеральной власти. Какая хорошая инициатива? Ну, конечно, управляющая компания – это одно из звеньев в этой системе. Это решающее, в том числе, звено. Хотя там есть еще ведь звено – это непосредственно те, кто занимается эксплуатацией зданий. Управляющие компании, они, как правило, управляют домоуправлениями всякими. Нанимаются ТСЖ, да? Нанимаются, да, да. Сами люди эксплуатируют, собственно. Поэтому, ну, наверное, те, кто не выполняют… Но людей не дисквалифицируют, жителей. Да, но, наверное, те, кто выполняют эти функции, эти управляющие компании, наверное, не должны понести наказание. И те, кто вовремя сосульки не сбил, и так далее, и так далее. Я думаю, что да, решение правильное. Но в этой системе, еще раз говорю, есть администрация города, которая, на мой взгляд, несмотря на то, что Никита Юрьевич хвалит муниципалитеты, на мой взгляд, недостаточно, значит, работали эффективно. Да, вот я процитирую губернатора. Он сказал, что весь инструментарий, который был в руках муниципальной власти в этом отношении, был использованный. Да, я с ним не согласен. Подход всегда был несистемный. Вот, я не видел, чтобы в самой критической ситуации там чиновники ходили все, чтобы в ситуации, когда людей может убить снег и сосулька, чтобы они все ходили и стояли под этими сосульками, если не могут, и, значит, с крашенным флажком, и показывали людям, что нужно обойти. А хотелось их увидеть? А хотелось их увидеть, потому что, что важнее, протирать штаны в кабинете или спасти там, значит, одну жизнь, думаю, что тут вопрос однозначно решается в пользу, так сказать, жизни. Если ты не можешь обеспечить, если ты видишь, что управляющая компания в этом месте не сбила громадную льдину, значит, вы должны там дежурить с утра до вечера, либо сделать так, чтобы не было возможности этой глыбе упасть на людей. Поэтому считаю, что есть системные проблемы по управлению в городе, и за это отвечают те, кто управляет этой системой. Кто конкретно? Ну, как всегда, у нас есть глава города, уважаемый Владимир Васильевич, и сегодня это Перескоков, который, значит, занимается там реструктуризацией, но непонятно под какой концепцией. А вы считаете, мы в следующем году получим такую же проблему? Ну, вероятность очень велика, потому что я пока не видел концептуально-системных изменений в управлении городом. Следующая тема, она такая бизнесовая, я бы сказала. Не успело правительство Кировской области подписать рамочное соглашение с Владимиром Елтушенковым, это представитель Совета директоров ФК-системы, согласно которым Нововятский лыжный комбинат получает инвестпроект, очень хороший в сфере лицезаготовки. Я вот читаю новости и вижу, что произошел пожар в административном здании этого самого вятского фанерного комбината. Как пишут нам, вроде бы как техника не пострадала, и документация тоже. Но это очень странно, потому что в отделе надзорной деятельности города Киров сообщили, что неизвестные выбили все двери в административно-бытовом комплексе транспортного цеха и подожгли помещение. Вот даже когда ты читаешь, на бытовом уровне это воспринимаешь, ты как-то думаешь, что все это как-то связано. Ну, смотрите... А не случайно произошло? Не сигарету забыли там где-то? Да, ну, смотрите, люди выбили, зашли и подожгли чего-то, и ушли, ничего не забрав там, по большому счету. То есть, значит, это... Если они зашли, подожгли, это, значит, не грабеж, значит, им надо было чего-то поджечь. Просто развлечься или продемонстрировать кому-то что-то конкретное? А вот один из вариантов... Конечно, вариант развлечься – это круто, но, наверное, на сегодняшний день мало кто, так сказать, развлекается так, да, но... С угрозой посадки, да? Да, с угрозой посадки. Второй вариант, как вы сказали, значит... Продемонстрировать силу. Ну, я думаю, что сегодня нет таких субъектов, хотел бы Евтушенкову продемонстрировать там свою силу в Кировской области. А что это такое? Остается еще один вариант. Например, не надо ли было, чтобы какие-то документы были уничтожены? Что ж они делали, то до конца не довели. А кто сказал, что не довели? Мы с вами об этом ничего не знаем. То есть, там наверняка есть структура, чьи документы сгорели, например. А может быть и нет. Но это тоже мое предположение. То есть, просто какое-то правдоподобное, значит, предположение же должно быть. То есть, это для чего-то делалось, в каких-то целях, может быть, в каких-то целях скрыть какие-то вещи, которые совершала там компания, управляющая транспортом, условно говоря. Не знаю. Это такое рядовое событие? Это не рядовое, это, я бы сказал, дурацкое выдумка и дурацкое событие, которое, если это и сделали, то очень глупо сделали. Ну, а что касается крупных инвестиций, ну, давайте мы скажем сразу, что это все-таки прежде всего пиар. Потому что, если посмотреть на презентацию, которую система представляет, то, значит, там сказано, что никаких в ближайшее время, в краткосрочном, в среднесрочном периоде, никаких инвестиций АФК-система делать в Кировской области не будет. Они просто покупают это, и написано там, что на сегодняшний день оптимальной является, значит, производственная структура Кировской области по производству фанеры, и никаких дополнительных денег Кировской области они сейчас вливать не будут. Вот. А в долгосрочной перспективе есть вариант, что, может быть, еще один фанерный комбинат будет построен на территории Кировской области. Но это в долгосрочной перспективе, это не подписано, никто не обязался такие инвестиции делать. Поэтому, ну, был один инвестор, он купил, значит, другой инвестор пришел у этого инвестора, купил его активы на территории Кировской области. Это его инвестиции, но никак не дополнительные инвестиции в Кировскую область. То есть, не нужно на этом пиариться и говорить, что на нашу территорию пришли какие-то дополнительные инвестиции. А вятский фанерный комбинат, который приобретает АФК-система, приобрела, как связано с новоавиатским лыжным комбинатом? На мой взгляд, никак. Никак не связано. А теперь никак не связано. Понятно. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании Business Inform. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня представляет Азиз Агаев, директора аудиторской консультационной компании Business Inform. Мы ушли на том, что вы сказали, что приезд Евтушенкова, который возглавляет совет директоров АФК-системы в Киров сейчас, и приобретение вятского фанерного комбината, это не есть инвестиции в Кировскую область, в экономику Кировской области, это всего лишь некий жест. Смена собственника. Смена собственника, и мы не можем ждать притока инвестиций в связи с этим. Не можем. Почему? Как так? Но люди купили, собственник купил комбинат. Евтушенков не купил комбинат, он купил некое ООО «Лесинвест», который является владельцем вятского фанерного комбината. Но кроме этого, для них больший интерес представлял даже не вятский фанерный комбинат, а прежде всего лесосека, которая закреплена за вятским фанерным комбинатом. Это для них имеет существенное значение, потому что для производства мешков бумажных, в котором они являются одним из лидеров, это для них имеет важное значение. Кроме того, по производству ДВП и ДСП они хотели попасть в список ДВП и фанеры, они хотели попасть в топ-список. Сегодня они с приобретением вятского фанерного комбината становятся седьмыми в России по производству фанеры и ДВП. Фанеры имеют устойчивый рынок в Соединённых Штатах, где-то в Китае, ещё где-то. Вот, собственно говоря, для чего это делалось. Но, ещё раз говорю, той информацией, которую даёт Лесинвест и даёт сама ВК-система, нет разговоров о том, что какие-то суммы будут инвестированы на территорию Кировской области. Вот куплено ООО со всеми его долгами. И написано, значит, в их бумагах, что на сегодняшний день вятский фанерный комбинат достаточно укомплектованный, дополнительных средств на развитие его производственной инфраструктуры не требуется. Это ли не ответ на вопрос, какие инвестиции будут вятский фанерный комбинат? Ну вот, на самом деле, я сейчас читаю на портале Бизнес-новости сообщение новостное 23 марта, где как раз сказано, что это будет один из крупнейших инвестпроектов в сфере лесозаготовки. И в эту лесозаготовку будет инвестировано, потому что написано в неё, будет инвестировано более полутора миллиардов рублей. Ну, при чём здесь вятский фанерный комбинат? То есть лес будет заготавливаться и уходить на другие предприятия? Ну, конечно. Но это для... Потому что для фанеры, мы знаем, требуется берёза, а для производства бумаги требуется хвоя. Ну, так нам какая разница? Деньги-то будут в Кировской области оставаться? Какие деньги? Которые будут инвестироваться? На лесозаготовки? Да. Это смешно. По сравнению с производством... Это смешно. Будут резать, пилить лес и будут его отправлять, значит, на заводы в Вологде, там ещё где-то. А техника там будет куплена, значит, там... Ну, сегодня она куплена, завтра она будет продана. Причём здесь предприятие на территории Кировской области. Ну, вообще, на самом деле, я не сильно какой-то журналист, следующий в бизнес-темах и экономике. Меня тут Олег Прохоренко пытается натаскивать два раза в месяц. Но, тем не менее, когда я читаю, что одно такое предприятие, да, фанерное, вот таким образом куплено, а другое фанерное производство в Апутинске признаётся банкротом, и ижевский инвестор, который планировал вложить туда, там, 447 с половиной миллионов, что-то с ним непонятно, куда-то он исчезает. Я вот думаю, всё-таки это результат каких-то глобальных экономических изменений в стране, можно на это всё списать? Или это всё-таки отражение того самого инвестиционного климата в регионе, за который мы всё боремся-боремся, а он вон куда, то есть будет вырубать лес и вывозить? Ну, смотрите, очень многие, значит, инвестиции пытались делать на территории Кировской области в расчёте на то, что им будет выделена, значит, какая-то лесосека, которую они могут рубить. И вывозить, ничего здесь не развивало. И вывозить, да. Тем более, что это позволяло бы, там, в армире, получив такую лесосойку, значит, ситуация позволяла бы им это делать безнаказанно в течение года-полутора, там, значит, на основании, там, заключённого, на основании утверждённого инвестиционного проекта. Точно так же это предприятие «Нефтехимпром». Вот вы знаете, что оно не просто в банкротстве, оно достаточно длительное время уже находится в ликвидации. Ну, собственно говоря, я даже не знаю, о чём тут говорить. То есть, ну, был инвестор, значит, он просто обманул, как бы, правительство, ну, вот я так думаю, вёл в заблуждение. А какое у нас количество, Азис Алиевич, вы ведь знаете таких инвесторов, которые регулярно вводят в заблуждение власти разных уровней в нашем регионе? Я вспоминаю очень хорошо… Каждый второй, наверное. Да, я вспоминаю, знаете, очень хорошо слова Ирины Рубцовой, которая комментировала, а как, действительно ли, вот мы её спрашивали, действительно ли вы считаете, что за год будет построено там-то вот это? Она говорит, что мы можем выдать только разрешение, мы не можем гарантировать или прогнозировать, что будет с финансовым состоянием застройщика. Почему так происходит? Объясните. Ну, я думаю, что с инвесторами, наверное, надо заключать какое-то соглашение, позволяющее немедленно и безоговорочно отбирать, значит, объекты инвестиций, и тогда инвестор будет заинтересован, как бы его финансовая ситуация не изменилась. А мы можем на законных основаниях такие соглашения? Я думаю, что можем. А почему они не заключаются? Ну, значит, нет интереса, особенно, когда бесплатно отделяются, например, земельные участки, там уж точно можем заключить инвестиционные соглашения. То есть это между городом инвестиционные соглашения, между регионом и инвестором, конечно. А они не заключаются? Они не заключаются. Ну, и если мы не видим такого соглашения, то мы должны понимать, что велик риск того, что будет неисполненное обязательство. Будет приостановлено, подождем, кризис кончится, деньги появятся. Понятно. У нас остается буквально 5 минут. Я хотела поговорить о капремонт. Конкретно вот какой меня вопрос интересует. Предложение, вообще вся эта система капремонта давно, естественно, обсуждается и не смолкает эти бурные обсуждения. Ну, вот было предложение ряда депутатов областного законодательного собрания Кировской области о приостановке действия программы по капремонту. Мы тут очень подробно об этом рассказали, об этих предложениях в эфире нашей радиостанции. И это предложение было вынесено на блюнарное заседание ОЗС, которое на прошлой неделе и состоялось. Предложение не нашло поддержки при голосовании у депутатов. И очень интересно, как распределились голоса. Итог голосования следующий. 18 депутатов проголосовали за то, чтобы это предложение отправить в федеральный центр. 5 проголосовали против. А 24 депутата воздержались. Ну, я бы сказал, проявили безответственность. То есть ты уж вырожди свое отношение в этой ситуации, когда люди, которые тебя выбирали, они тебя выбирали не за то, чтобы в таких ситуациях для них критических, чтобы ты молчал, чтобы ты голосовал. Ну, а что такой сложный вопрос или непонятный для этих 24 депутатов? Ну, смотрите, выбор ведь обычно... Почему можно было проголосовать не за, не против, а... Выбор ведь обычно, смотрите, какой. Предложение о замораживании программы капремонта или переведении там подведомства региональных властей. Что нельзя, что это как-то непонятно, и здесь какие-то есть противоречия. Смотрите, выбор какой. Да. Фракция собирается и руководством говорит, как голосовать. Так. Фракция не всегда говорит, как по совести бы надо голосовать. Понимаете, они говорят так, политически целесообразно голосовать сегодня и так. И вот 18 человек... А можно узнать, а где здесь политическая целесообразность этих 24 депутатов? Ну как, а вдруг федеральный центр считает это демаршем, а потом скажут региональному, значит, региональному политсовету, там, Единой России, что это у вас, вы там не управляете процессом? Ну, пусть бы против проголосовали. А вдруг центр бы посчитал, они ведь не знают, как будет считать, а вдруг центр бы посчитал, если бы они против проголосовали, они бы им сказали, ребята, вы что, не в тренде? Сейчас надо показывать, что мы за народ. То есть сигнала из центра не было? А, видимо, сигнала из центра не было, как поступить, никто не успел им сказать, видимо, центр еще не знает, а как на это бы посмотрел президент, вот в той или иной, понимаете? Вот все, разброд и шатание, понимаете? Ну, вот 18 человек решились, ну, плюс 6, плюс 5, да, свою позицию проявить, 18 свою гражданскую проявили, 5, видимо, свое непонимание сложившейся ситуации, или наоборот, очень даже понимание. А вот 24, ну, разве их можно считать депутатами? Ну, сразу бы сложили полномочия и шли бы, куда глаза глядели. Вот, в связи с этим становится актуальным один очень вопрос, о котором я уже который раз говорю на ваших передачах. Вот, слышал недавно у вас русских, выступал, да? Буквально до вас. Да, еще, значит, тут Турула периодически выступает, другие депутаты. Очень важно сейчас разработать и принять закон об отзыве депутата областного законодательного собрания, чтобы я, как гражданин, умел возможность собрать подписи и поставить вопрос на голосование, что того или иного депутата нужно отозвать, в связи с тем, что он не отражает интересы избравшего его населения. Ну да, с одной стороны, почему мы только один раз свою позицию выражаем, когда выбираем? Да, и поэтому пусть эти люди, которые, значит, я почему назвал этих двоих, потому что они же у нас фрондеры, или как это так сказать? Да, они имеют активную гражданскую позицию. И поэтому надо разработать такой законопроект и вынести на голосование. И если уже не пройдет, тогда мы, рядовые граждане, будем иметь, значит, право обратиться в Конституционный суд, что наше Конституционное право на осуществление народовластия непосредственно ущемляется депутатами законодательного собрания. Вот и все. Там у нас в стране есть такая практика? Киров? Один из лучших и передовых городов. Да, почему бы нам очередной эксперимент не запустить? Я помню, когда вся Россия приезжала в Киров изучать опыт внедрения единого налога на умененный доход. Потому что у нас были самые сбалансированные коэффициенты по ЕНВД на территории России. Вот прокомментировал здесь Олещ свое предложение, что все возможно в Кировской области. И хорошие, позитивные изменения всегда происходят. Всегда происходят. И все в наших руках, да, Азиз Алиевич? Спасибо большое. Это особое мнение Азиза Агаева. Спасибо, до свидания. Всем до свидания.